привет друзья с вами снова я макс и вы опять на канале шестеренка вот так уж случилось и так что сегодня будем обозревать это моя новая колонка которую я приобрел для покатушек на моноколесе выездов на природу катание на сабборде в общем для экстремальных каких-то видов где вы не хотите брать хорошую какую-то колонку которую жалко испортить можно залить боитесь дождя тяжело таскать и так далее это джи би эль клип 5 друзья это 7 ватная колонка которая на меня произвела офигительное впечатление вы посмотрите вот это вот размер данной колонки я не могу сказать что она супер маленькая сегодня весь день катался на моноколесе вешал ее вот сюда вот на рюкзак каких-то ощущений того что она очень тяжелая у меня не было вообще весит она 285 грамм ну по крайней мере как заявляет производитель вес у нее 285 грамм вроде как не такая легкая но друзья вот это маленькая колоночка может играть 12 часов плюс есть ли режим усиления батарейки типа она делает скажем так она убирает басы делает такой более плоский более громкий и менее басистый звук и прибавляет вам еще три часа то есть это 15 часов проигрывания сегодня мы катались ну практически весь день естественно она не орала постоянно весь день то есть но мы вешали когда мы ехали мы и слушали иногда разговаривали выключали включали ну в общем такое нормальное использование да приехали отдохнуть поставили включили прилепили на колесо и слушали музыку и что я могу сказать 75 процентов от 100 процентов осталось то есть 25 процентов мы потратили за вот это все время давайте перейдем к ее характеристик частотная характеристика это 95 герц 20 килогерц отношение сигнала и звука 85 децибел 7 ватт и до 12 часов проигрывания внутри установлена батарейка на 1400 миллиампер в час заряжается эта батарейка от тайп си от обычной зарядки за три часа и после этого вы можете слушать целых 15 часов либо 12 часов в таком скажем так басовитом хорошем режиме все это дело работает через bluetooth 5 и 3 с профилями a2 dp версии 1 и 4 и av rcp версии 16 я подключал ее по bluetooth да у меня телефон лежал здесь она работает за стеной без всяких проблем за кирпичной стеной то есть это я тестировал но могу вам сразу сказать это как бы приятная неприятная новость да во время езды когда у тебя висит коронка здесь почему-то когда лежит телефон здесь возможно мы что-то проезжали но пару раз был такое ощущение знаете как бывает в наушниках когда идет при прерывании сигнала то есть я не знаю почему это возможно мы что-то проезжали вышку какую-то или еще что-то или здесь они пишут что типа держите пожалуйста колонку подальше от вай фай сигнала ну то есть если у вас рядом стоит роутер не стоит ее класть рядом возможно мы что-то проезжали куда-то заходили там был вай фай роутер и действительно это повлияло хрен его знает но это было два раза то есть это единственный минус который я вам могу сказать что касается сертификата ip67 так как эта колонка предназначена ну для такого экстрима отдыха и так далее вы ее можете погружать на один метр под воду на время 30 минут то есть 30 минут она может на метре под водой лежать не знаю зачем вам эта информация вообще зачем она нужна но допустим для меня это классно в плане того что я люблю кататься на сабборде вы можете прям прилепить к самому сабборда если будет на него попадать вода вообще никаких проблем не будет то есть в этом плане просто супер то есть все что мне нужно практически в одной колонке плюс естественно это качественный хороший звук от jbl ну ладно сейчас у меня все закритикуете скажите что значит хороший звук но с такой писюльки ну да я с вами согласен но вот насколько позволяют ее размеры она выдает все что может по комплектации честно вам говорю ну я думаю что даже проходить не нужно это бумажки ну то есть инструкции какие пользоваться и проводок все тут больше вообще ничего нету то есть вот я думаю что не стоит рассматривать как комплектацию по управлению друзья это самое простое что есть вообще на свете у нее нет никаких подключений 3.5 миллиметра не надо ничего снаружи подключать только bluetooth и все то есть предназначен для отдыха с телефоном просто бросить ее сумку или прилепить на рюкзак давайте посмотрим по управлению на передней панели у нас три кнопки минус плюс и play естественно если вы нажмете один раз на кнопку play это play пауза если нажмете два раза этот трек вперед если нажмете три раза это трек назад плюс минус это конкретно уменьшение и увеличение громкости больше они не задействованы на передней панели больше кнопок нету сбоку у нас идет кнопка включения нажали один раз колонка включилась поп она завелась 2 у нас это подключение по bluetooth нажали кнопочку bluetooth включился и вы можете искать данную колонку третья кнопка это для подключения аналогичных колонок чтобы сделать такой мульти стерео звук если вдруг вам нужно сбросить колонку по умолчанию зажимаем вот эти две кнопки и полностью происходит сброс колонки на заводские настройки здесь у нас идет естественно вот такой вот карабин очень удобный причем очень широкий я вам хочу сказать видите три сантиметра то есть я абсолютно спокойно вешаю на ручку моноколеса на любой рюкзак сумку отлично подойдет сверху у нас идет вот такой диод если он горит значит заряд нормальный если он начинает мигать значит осталось типа одно деление и снизу у нас естественно юсб тайп си для зарядки данной колонки на задней части у нас вот такие резиновые полоски чтобы можно было класть и она у вас не скользила и не упала допустим с вашего сабборда и больше по управлению и по внешнему виду больше ничего нету по управлению вы видели все просто элементарно единственное на минус то что нужно запомнить вот кнопочка play два раза этот трек вперед три раза трек назад это единственный минус который я заметил в других колонках да вы знаете там нужно зажать то нажать это куча всяких наворотов переключить там с bluetooth а на радио с радио на карту памяти с карты памяти на aux еще что-то здесь сделано все элементарно просто вот чтобы просто использовали это вы сейчас скажете ты уже достался своими просто 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 я правда выбирал очень долго колонку с которой я буду проводить как бы большую часть времени когда лето когда приятно потусить пообщаться поездить сделать шашлыки мне кажется что это наверное идеальнейший вариант который я для себя нашел так же у нее есть программное обеспечение с помощью которой вы можете управлять обновлять прошивку еще что-то по большому счету устанавливать ее не так важно да там есть эквалайзеры и обновление прошивки это на самое главное можно посмотреть сколько там заряд на батареи и больше ничего особенного давайте я вам покажу сейчас по-быстрому давайте быстренько пройдемся по приложению название jbl portable нажимаем сюда выскакивает красивый логотип сразу начинает естественно искать ваше устройство по bluetooth находит вашу колонку идет подключение сейчас покажу сколько заряд 75 процентов это вот мы практически за весь день использовали получается 25 процентов jbl signature это у нас идет основная линейка эквалайзеров типа премиальный звук от jbl дальше у нас идет более громкая музыка с более продолжительным временем воспроизведения то есть это playtime boost нажимаете сюда и у вас увеличивается время игры еще на три часа то есть 12 плюс 3 далее у нас идет стереогруппа чтобы вы могли подключить сразу вторую колонку дальше у нас идет информация об устройстве краткое руководство переименовать устройство сигнал обратной связи по встроенной по и обновление то есть если есть обновление она выходит сюда у меня уже один раз она обновилась не знаю что поменялось но обновилась без всяких проблем по большому счету больше здесь ничего нету естественно вы можете использовать разные эквалайзеры можете сделать свой эквалайзер кастомный низкие средние высокие частоты все это дело управляется на главном экране также вы можете добавить колонку и третья кнопка эта информация о приложении добавить устройство в общем добавить продукт посмотреть изменить язык в общем ничего больше интересного здесь нету надеюсь вы слышите да я сейчас сделал не громко просто хочу показать как работает это чтобы вы слышали это джибель сигнатур чил энергетик вокал и кастом вот послушайте сейчас включая основное и включая playtime boost она стала чуть-чуть погромче но пропали басы практически совсем и возвращаю наверно не очень хорошо слышно это через микрофон но поверьте ощущается заметно вот эти давайте ну что протестируем как она звучит я думаю что делать какие-то прям супер навороченные тесты смысла вообще нету потому что ну это скажем так наверно не на качество звука а на удобство использования на громкость и на хороший просто звук треки ютубовски 50 процентов громкости давайте я здесь сделал давайте увеличиваю короче на 100 это без шумодала даже на самую мощную не забивает нажали два раза следующий трек нажали два раза следующий трек если она скажу вам свои впечатления если она висит здесь очень удобно управлять но честно вам скажу очень громко прям аж в ушах звенит когда едешь даже на том же моноколесе давайте посмотрим так включая во время движения ну так слышно мне кажется нормально слышно после всего этого да я стал ее использовать то есть я ее кладу в карман рюкзака сетчатый вот это для бутылок сзади тогда по крайней мере ты хорошо слышишь и звук соответственно музыку да и она тебе не долбит по ушам когда ты отвечаешь на звонок здесь нет ни микрофона ничего то есть через нее разговаривать нельзя это вам не рация то есть это без всяких наворотов как я уже говорил да когда идет звонок вы через нее слышите звонок звук приглушается идет звонок вы нажимаете кнопку ответить и разговариваете звук выключается вы спокойно общаетесь через динамик телефона нет такого что нужно отключить bluetooth или еще что то на всякий случай да повесили трубку музыка продолжается все просто элементарно как я и говорил давайте посмотрим как она звучит просто вот на открытом пространстве вообще на открытом пространстве на воздухе слушаем максималка так сейчас попробую другой ландрек поставлю просто это единственное что можно сушить не попадя не попадя так сейчас попробую включу музыка playtime boost включая слушайте музыка видите она более плоский звук стал музыка 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 выключаю музыка 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 вот смотрите звук более басовитый без playtime boost включаю музыка музыка он такой более прозрачный скажем так ну плюс еще разные эквалайзеры музыка не работает она классно даже вот считайте на природе да мы прям вообще на открытой площадке находимся здесь ничего вокруг нету я думаю если это будет где-то даже там я не знаю в лесу среди деревьев будет слышно лучше музыка 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 в общем друзья не буду занимать у вас много времени потому что ну это просто бесполезно скажу вам честно это классная колонка музыка 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 Хотя здесь, на самой колонке, все написано по-русски. И, насколько я понимаю, наверное, в инструкции тоже русский есть. Да, здесь есть. Вот в этой брошюре. Ух, нифига себе. Да, кстати, очень удобно. Видно все, что нужно нажимать. Причем настолько элементарно, как подключать другую колонку, как сбрасывать, как включить Bluetooth. 30 минут на одном метре IP67. Это самое, наверное, нужное. И Factory Reset не забудьте, если вдруг какие-то настройки у вас все-таки нет. Две кнопки, две секунды, и все сбрасывается. Ну и плюс, она еще максимум температуру держит 45 градусов. То есть вы ее можете класть вообще на солнце в Дубае и наслаждаться музыкой. Если вас не загребут никуда. Вот такие вот дела, друзья. Я лично очень доволен. Вам рекомендую, то есть к покупке, классная колонка, которая не занимает места, долго играет и громко. И с басом самое, что интересно. Обязательно задавайте ваши вопросы, пишите комментарии, поддержите канал. Не забывайте подписываться на Telegram. Так что, если вдруг какие-то проблемы с YouTube будут продолжаться, и на ВК, и на Дзене, и на Рутубе, можно меня найти. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Постараюсь и там вам отвечать на все вопросы. Но лучше в Telegram, там я постоянно контролирую все. И колонка останется со мной. Я буду ее использовать, потому что, ну, брал я ее для себя, для как раз-таки использования. В общем, все. Не буду забивать вам голову. С вами, как всегда, Макс. Это канал Шестеренка. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok